Будет главный ЭДЖА из Скайнет какой-нибудь, который всех людей будет держать в кулаке в жилетке. Я на пугольку скажу, как есть. Давай, 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 влево, вправо, влево, вправо. Тут как бы шансов других нет. Через, да, чипирование, а как-то. Здравствуйте, дорогие зрители. Да, вот, знакомьтесь, все скрытый человек, видите, все скрыто, кепка, очки, все, не узнать, борода, зовут Руслан. А знаете, почему он скрыт? Потому что это самый тайный работник в сфере ИИ, искусственный интеллект, скрытый агент. Владелец самого крупного медиа по искусственному интеллекту в СНГ. И я ищу машину, которая может дружить с роботом. Итак, с Русланом мы сейчас в салоне, X-Ceed на Новой Риге. Тут все интересно и красиво. Сейчас мы попьем кофе, вот этот замечательный кафе X-Ceed для детей и взрослых. Ну, а после познакомимся с автомобилем и выберем, на каком мы будем проходить тест-драйв. Ну, давай начнем. Значит, это первый новый TX-L. Это, о чем я тебе говорил, что машина давно уже существует, и с память не изменяет с 19-го вроде бы года, или даже с 18-го. И это рестайлинг. То есть, как по мне, рестайлинг это самый лучший вариант, потому что все фишки доработаны. Ну, то есть баги, какие-то ошибки. Давай твое первое впечатление. Слушай, ну они, в принципе, у всех салоны такие интересные, с большими экранами, минималистичные, с этой панелью. Класс. Ну, а по ощущениям, у тебя рост какой? 1,79 что ли. Мягкая кожа. Кожа? Кожа зам, наверное. Кожа? Да, кожа снапа. Причем с этой, с замшей. Прикольненько, да. Не, он вместительный, у меня на втором ряду очень много места. И все фишки. Помощники и так далее. А ты не ездил на помощниках или ездил? У тебя есть опыт знакомства с помощниками? На Genesis все это есть. А, ну ты все ездил, то есть пользовался? Ну там, я не знаю, он с 17-го года. Там точно есть контроль полосы. Не дает тебе проехать. Сама тормозит, если машина, типа, спереди. Вот такой, как бы, средний кроссовер. Он по габаритам наподобие, поболее, чем Audi Q5. Следующий VX, это дорестайлинговые машины, они еще продаются. Но их, на самом деле, осталось немного. Они очень интересные сейчас цены предлагают. И их быстро, прям очень быстро разбирают. Ну, как видишь, здесь немножечко по-другому. Здесь мультимедийка, она такая чуть постариннее. Наличие физических кнопок. Но машина себя, кстати, хорошо зарекомендовала. Я думаю, как раз-то эти и видел, наверное, в горах. Да, но она побольше даже. Да, это больше, потому что она трехрядная. Значит, это самый маленький. Это когда, знаешь, когда ты хочешь сказать, слушай, я на LX езжу. Ну, Lexus LX здоровущий. Они пошли по пути и сделали LX чуть поменьше. Ну, это такой прям компактный автомобиль. Городской мини-кроссовер. Его сейчас активно, кстати, используют в такси. И, как по мне, это круто, потому что это говорит о его надежности. Но это тоже, опять же, новая рестайлинговая версия. VX, вот это вот новый. Вот здесь вот можешь вот в него посмотреть. А, это такой же, но новый, да? Да, это новый. И вот тут уже другое. Тут уже не такие колеса вдавленные. Он уже по деньгам стоит чуть-чуть побольше на несколько миллионов. Такая аппарат. Да, ну это прям топ-топ. Тут, во-первых, видишь, здравущие экраны. Вау. Это прям очень клевая тачка. У нее очень хорошая, мне очень нравится тема в подголовниках динамики. И когда ты по громкой связи общаешься, никто не слышит. Класс. Класс. Ну и подушек до фигащи. Давай следующий. Я вот отцу же хочу прикупить джип. Ну? Ну вот это неплохой вариант для отца. Ну он трехрядный. Ну и нормально. Он трехрядный, полноприводный, но он клевый. Он реально клевый. Полноприводный, да? Да, они все полноприводные. Ну и следующий, как по мне, самый, мы уже делали обзор по тест-драйву на данный автомобиль. Это Exit RX. Это Exit RX уже рестайлинговый. То есть он уже на автоматической коробке передач. Но на тест-драйве у нас будет на роботизированной коробке передач. Он двухрядный. Но тут мне нравятся уже ручечки скрываются так. Это уже, да, по последним словам тренда, да? Угу. Ну и тоже у нас такой обтекаемый монитор, похожий на TXL. И также в подголовниках скрывается всякая эта штука. Ну что, давай на нем? Да, прикольный. Он такой уж похож, как будто бы матовый. А, да, это как краска у них есть, отдельный вариант. Все, идем на тест-драйв, проверяем, смотрим, знакомимся. Ну что, давай начнем наше движение. Первое, тут есть голосовой помощник. Привет, Exit. Здесь. Открой люк. Хорошо. Во. И люди в восторге. Представляешь, машина за тебя все делает. Но я смотрю, тебя это не восхищает. Вот тогда, ну, я знаю, как это работает. Ну, а что будет в будущем? Ну, а не в бой в настоящем будет лучше. По сути, что у нас здесь? Это голосовое управление, правильно? Угу. Так вот, кроме того, чтобы открыть люк, голосовой помощник может рассказать по пути о месте, куда мы едем. Что-нибудь интересное. Подобрать кафешки по дороге, например. Забронировать там стол, пока мы едем. По идее, может такое уже, если это правильно развернуть, на базе ИИ. В том числе заказать запчасти. То есть не просто понять, что у нас сломалась машина или ломается. Ну, ты подруги... Ну, еще и самозаказать запчасти. Ну, это подразумевается, что будет машина всегда на связи с сетью. Ну, естественно. Это же работает сейчас без сети. Ну, понятно, без сети он поэтому и не может нормально развернуть свои возможности. Ну, я говорю просто про возможности голосовых помощников в контексте искусственного интеллекта. Вот, а они, ух ты, что он умеет? Газ давать умеет. Ну, как, норм дает? Ну, нормально, сейчас мы нажмем. Ну, а зачем плохо? Очень спорт. Вот сейчас будет давать. А какой у него движок? 2 литра. Так, ты на БМВ ездил? Ездил. Ездил. Но тут нужно включать поворотники, в отличие от БМВ. 130 здесь можно смело. Правда, мы здесь чуть побыстрее ездили. Турбированный он? Ну, как тебе? Ну, неплохо, неплохо. По тормозам? Тормозит тоже неплохо. Руль такой неплохой. То есть приятно, он нелегко поворачивается. Ну, это на спорт режиме потому что? Да, да. То есть так и должно быть. Чуть-чуть поделим бачку. Покативней, поактивней. Давай, давай, повеляй рулем. Ну, может, может. Да, может. Давай, давай, давай. Влево-вправо, влево-вправо. Вот, вот, вот. Ох. Как на X6 погоняли. С кайфом. Ну, нет, X6 так не ездит. Я был X6, он обычно в сервисе стоял. Ну, раз поехал, и в сервис сразу. О чем ты ездил? Какой у тебя опыт в вождении? Ой, много. Долго я ездил на аккорде. Красивый вот этот раздутый. Восьмой, по-моему. Потом у меня был X6 белый. Тоже из 3,5? Постоянно в сервисе, да. Кайенчик был. Genesis. Вот Genesis, наверное, раз. А Genesis новый был? Какого? 17-го года. Ну, я имею в виду, ты все с пробегом покупал? Нет, Genesis новый был. А, ну, нового. А BMW с пробегом? У меня просто BMW были, и я знаю, что если с пробегом, это машина, которая просто в сервисе X6 не вылазит. Ну, да, да, так и было. Это не вылазит. Вот, и Mustang еще покатался пару лет. Вот так. По Сочи, по Шмалял. А ты откуда? Я сам отсюда, но у меня достаточно активная география присутствия. А так, да, из Москвы. Из Москвы. Ну, ты говоришь, из Дагестана у тебя отец? Да, отец, мать из Дагестана. Клиенты есть из Сочи. Сам я здесь, в Москве. Последнее время вообще в России не часто бывает. Вот сейчас полечу в Азию, в Японию, в Корею, в Китай. Кстати, на выставке роботов буду всю осень там шляться. Слушай, ну и как вообще с точки зрения восприятия? Китайские автомобили схватили Москву, а вот в других регионах, в других странах? Ну, вот я в Москве вижу побольше. У нас на Кавказе вижу, например, кучу лейсанов. Все как будто в из Приор на лейсаны переплетают. Что, прям? Нет, это я знаю. Я однажды был в Дагестане, отдыхал. У меня даже выпуски есть. Мы же с супругой с семьей гоняли. Меня останавливает на посту гаишник. С автоматом такой, говорю, а что такое? Он говорит, слушай, тут, говорят, ребята на Приорах ездят. Открывают Приору, которая стоит там 300 тысяч рублей. А у них пятитысячные купюры вываливаются. Из-за этого немудрено, знаешь, накопился в багажник. Пойду лесян купить. Ну, вот Иксид тоже прикольный. Не знаю, вот этот кузов, пока я не понял его, только увидел. А вот предыдущий, на котором все гоняют, их тоже много. Вот Лейсанов, Иксидов. Ну, потому что они уже стали надежные. И потому что к ним вопрос по запчастям уходит. Вот, но в целом тачка очень прикольная. То есть вот я еду, ну, не чувствую никаких негативных... Но ты любишь более динамичность. Да, мне нравится больше там газ дать. Но опять же, смотря на какой... На этой тачке хочется погазовать. Она вот такая, знаешь, как кроссовер полуспортивный, что ли. Вот. На Genesis, например, не хочется газ дать. Там хочется, наоборот, лечь спать. Спокойно вот так ехать. На этой прям хочется газ дать. Ну, не знаю, почему так. Потому что она такая вальяжная. Это реально жесткая. Она по подвесочке жесткая, хорошо рулится. Прогонял по скорости, кто быстрее. Блин, она меня прям порадовала. Ну, тут классно то, что здесь робот. Сейчас я тебе предлагаю. Мы едем в пробке. Включить и расслабиться. Это как раз, что оно нужно. Режим снег. Сейчас в режим... Режим стандарт. Эко. Тыкаем и мы ставим скорость. Видишь, зелененькое снизу. Все. И сейчас. Все. Давай посмотрим, как ты доверишь с ИИ. Уже не хочется. Не, ну давай, не жми тормоз. Так, не, я не жму. Вообще ничего не жать. Вообще ничего не жать. Не, ну руль надо чисто удерживать, потому что он это... Заскулит. Да, да, да. Ну, тормозит. Молодец. Ну, стремно же, согласись. Пропагандист, ты вы сам-то помаиваешься. Привыкнуть надо, да. Я просто не знаю. Если бы мой ассистент сидел, я бы доверял им. Я здесь не ассистент, здесь тупо система радара. Здесь не ассистент. Да, да, да. Я понимаю. Вот оно так всегда, да? Не, на самом деле это вопрос привычки. Я думаю, можно привыкнуть вообще без проблем. Не, я езжу, мне очень кайфово. Я прямо вот постоянно в пробках вообще не напрягаюсь. Ноги у меня вот так всегда стоят. Я их соединяю, и машина сама разгоняется. Он сейчас и остановится, да? И ничего не надо жать. Да, ну, единственное, он тут более, если, смотри, причем как, плавненько. Ты не жмешь, не жми. Не жму, да. И вот сейчас вот он, если вот начнет сам движение, если он простоит более трех секунд, то тогда он, тебе нужно будет нажать на газ, и он начнет вновь. А сам, смотри, сам поехал. Ну, офигенно, офигенно. Да, это уже, да, похоже что-то на автопилот. У меня отец. Кенезис так не умеет, мой. Ну, не, ну, раньше это, слушай, это было невозможно. Потому что это, помню, в Мерседесах было, или еще где-то, когда началась тема, она настолько была слабо настроена, но это, как, наверное, час G5-1, и вот сейчас четвертый примерно на этом же уровне. То есть вот рядом едет с нами гелик старинный. Клевый едет, хорошие машины, да, но я понимаю, что у него этих помощников нет, а я, например, выбирал автомобиль принципиально, чтобы вот ездить, не напрягаться. Вот как ты говоришь про помощники, я также топлю за автопомощники прям. Ну, особенно если в городе, в пробках, ты вообще не напрягаешься. И она еще и полосу держит. Прикольно. Ты замечаешь, подруливает? Да, да, хорошая машина. А? А? Нажал на тормозер. Ну и все, я уже сам хочу. Все равно пробка, но это вот видишь. Это вопрос привычки, да. Слушай, ну вот так, мне нравится машинка, неплохая. При этом она стоит почти как приора, чуть дороже. С чего? Ну сколько стоит? Ну а на 4 с чем-то? Как две приоры. А через приоры дорогие? Ну и это шутка вообще. Ну по-моему русские тачки тоже 2 ляма сейчас стоят. Ну да, 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 да. Ну вот. Так там ничего нету там. А здесь есть все, что есть в каком-нибудь Audi за 8 лямов, за 10 лямов. За 10, за 8 не будет. Короче, Exit по идее дает тебе технологий, которые есть в двойном чеке на еврорынке, да? Ну сейчас они, знаешь, в чем мне нравится? Мне нравится, вот, мне эта машина мала. Вот мне мало, мне она компактно, но не очень там головой, пространство. Ну тебе хорошо, вот тебе метр 70, тебе прям вот я смотрю, хорошо. И на уровне стекло находится у тебя, и вообще вот ты выглядишь, не такая. Да, нормально, нормально. Ну и плюс шустро, тебе нужна динамика. Ты прям руль ждешь, где дырочка раз. Ну, хочется, да, хочется. Но это сама машина такая, она меня вот что-то настраивает на такую. Ну ладно, давай вернем тебя режим спорт, что же делать? Режим спорт. Ты занимаешься нейросетями? У меня маркетинговое агентство, да, последние пару лет мы фокус на ИИ направили. Почему? Потому что маркетинг стал неотъемлемо с ИИ как-то в одну концепцию встраиваться. То есть маркетинга без ИИ нет уже почти. Трафик, реклама, маркетинг. Вот, если человек приходит с каким-то общим запросом, мы говорим про ИИ ассистента в соцсетях, если что. Вот, он обслуживает вот этот входящий поток. То есть если у человека простой вопрос, он этот простой вопрос закрывает сам. Слушай, ну а с точки зрения, как говорится, гуманизма? Вот смотри, давай возьмем на примере автосервиса. Ну. Вот, давай представим, что у Иксида есть свой ИИ консультант в соцсетях. Или, в принципе, в Телеграме, где угодно. Вот, из двух тысяч запросов в день, которые приходят, приходили бы к нему, к такому консультанту, 1900 не требует наличия человека. Они будут про базовые вещи. Правильно? Расход, доход, что-то сломалось, а как открутить лампу, а как поменять аккумулятор, а точно ли дадите в кредит, а какие у вас рассрочки, а что в наличии. То есть, ну, это все будут вопросы для коммуникации, по которым человек не нужен. Ребята-продавцы, сорян. Я не знал, что он такой лютый, и что делать? То есть, а в ста случаях из двух тысяч, конечно, понадобится человек. Там, где, я не знаю, человек, там, не знаю, ну, прям, какая-то ситуация сложная. Ну, понятно. Тогда бот передает на человека. А так он сам общается. По сути, это чат GPT-4 под нашей должностной инструкцией работает. У нас была съемка тоже на Иксиде. Он занимается фитнес-обучением. Чтобы у тебя был фитнес-тренер, который тебе, а ну, вставай, кожаный мешок, иди занимайся. Элементарно. За 10 минут можно, ну, базовую версию такого тренера развернуть. Да ладно? Настраивается все очень легко. По сути, он может имитировать деятельность любого человека, любой профессии. Вот и все. Другой вопрос, что, допустим, хирургом там никто не даст ему быть, потому что много рисков. А фитнес-тренером – why not? То есть реально любого? А продавца может заменить? Вообще легко. У меня аж заменен уже больше года. Мой и бот обслужил 100 тысяч человек, сделал 10 тысяч сделок и полтора миллиона раза им помог этим людям. Чем-то. Отвечая на их вопросы. Вот, пожалуйста, тебе автоматизация, кейс. Пока другие там картинки удаляют, я уже год плюс. Что такое картинки удаляют? Ну, фонс, картинки удаляют с помощью ИИ. У нас и работает… Ну, я это умею делать. Ну, круто. У нас и работает в отделе продаж. Уже давно. И еще и в маркетинге. Ближайшие пять лет – это вопрос, который очень многих волнует. Какие профессии будут уходить в никуда? Прям совсем вряд ли много испарится профессий, но почти в каждой профессии низкий уровень продукта будет передан ИИ на выполнение. Например, чтобы получить базовую справку по финансам, по юридической части, или по маркетингу, или по здоровью, тебе не надо будет человек. Ты ее получишь в ИИ. Соответственно, человеку не будут платить за базовые знания в той или иной сфере. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если ты копирайтер… Это говорит о том, что ты должен развивать свой скилл. Если ты засиделся копирайтером в 10 лет, или 10 лет медсестра, ну, грубо говоря, виртуальная, или помощник юриста, и никак не развиваешь, что тебя заменит ИИ. То есть заменит… Ну, смотри, то есть ИИ выполняет интеллектуальную работу дешевле в сотни раз и в сотни раз быстрее. Но пока не очень сложную интеллектуальную работу. Вот теперь те люди, которые делают несложную интеллектуальную работу, они будут неконкурентоспособны, потому что сегодня ты менеджеру по обработке заявок платишь 100 тысяч, он обрабатывает 50 звонков в день. Завтра ты платишь ИИ 100 долларов, он обрабатывает 5000 звонков в день. Все. Ну, какой дурак будет продолжать у человека покупать эту услугу? Но когда мы говорим о сейлс-менеджменте более сложном, где есть пресейл, подготовка, прения сторон, документы, счета, ну, то есть где более длинная задача, там ИИ пока не сможет выполнять такую задачу. И так везде. То есть первичный юридический консалтинг будет делать ИИ, сложный будет делать человек. Поэтому юристу, кто не умеет сложные продукты юридические качать, ему придется не сладко. Машина тоже, по сути, будет в ближайшее время носителем и технологией. Уже есть. Но почему бы и нет? Мы можем ассистента настроить и засадить его в машину. Вы посмотрели фильм «Апгрейд»? Да. Вот этот момент. Это очень интересный фильм. Советую всем посмотреть, потому что когда я его один раз увидел, потом второй, третий, это просто великолепное кино. О чем говорить не буду, он там как раз про будущее, про искусственный интеллект и так далее. Ну, вот прям обязательно к просмотру. Но вот тебя этот момент не пугает? Нет, я жду. Почему? Ну, любая интеграция, это киборгизация. Да, это прикольно, это круто. Слушай, я 5 часов стоял в 20 километрах на серпантине в Сочи. И я понял, что я очень любитель топить за все современные технологии. Адаптивный круиз-контроль, функция слежения за полосой движения. Я такой, это нужно, это обязательно. Но это нужно вот здесь, когда ты по трассе. А я понимаю, что на серпантине это вообще ненужная штука. Потому что там, ну, вот этот поворот, и неожиданные выезды. Ну, если... И сеть не ловит. Ну, да, теперь представь, что если бы все там на автопилотах ехали, и этими всеми автопилотами управлял 1.И, то и пробок не было. Какие автопилоты? Я представляю, и тут все автопилоты и приора встраиваются. Ну, да, то есть, тут же видишь, опять же, уровень технологии, вот в данном случае, допустим, автопилотов, она будет стопудовая, она запретит в итоге люди, она будет причиной, по которой людям запретят ездить самим за рулем. А профессионально только на трассе. Да, ну, типа, нахрена обезьяну кожаную выпускать за руль, которая в систему, где нет ошибок. Смотри, как, человек ошибся в ДТП, что происходит? Он запомнил на всю жизнь, теперь смотрит в зеркало. Но только он. А если ИИ ошибается в ДТП, то все остальные автопилоты тоже об этом узнают и такую ошибку больше не повторят. Просто людям будет запрещено права иметь. Или это будет очень дорого? Да, погоди, я... Не, он настоящий. Я кожаный. Поэтому очень прикольно будет. А это десятки тысяч жизней только в России спасаются каждый год, например. А по миру это сотни тысяч. И просто общество придет к тому, что зачем человеку водить? Хочешь погоняться, вот иди на картинги погоняйся. Или это будет дорогая услуга? Потому что ты вызываешь риски просто своим... Ну да. Ключением баранки. Тогда, представляешь, надо убрать полную и вообще возможность появления человеческого фактора. То есть когда они едут друг за дружкой, это когда, я помню, делали грузовики. И они, тоже на ИИ, и они, грузовики в Америке, там, на автопилоте. И они, типа, должны друг за другом были ехать. Это логично, понятно. Но столько факторов, которые... Это вот поразмыслить. Поэтому, мужики, мы последнее поколение с вами, кто баранку крутит. В итоге все равно будет один общий искусственный интеллект, который всех поработит и будет управлять людьми. Тут как бы шансов других нет. Вопрос лишь когда. Да, пока временно люди будут это использовать как свой инструмент. 30-50 лет пройдет, все. Будет главный EGI, SkyNet какой-нибудь, который всех людей будет держать, так, понял, в кулаке в железном. Контролировать рождаемость. 34. Мы еще увидим это. Контролировать рождаемость, контролировать эмоции, медицину. Люди это примут сами как единственный способ стабилизировать дальнейшую популяцию членедскую. А ИИ в итоге это потом как свой инструмент возьмет. Ну вот смотри, даже про войны скажи. В этой эре не было ни одного года, чтобы люди не воевали. Каждый год кто-то кого-то там... Слушай, я сейчас смотрю, ну не знаю, может быть, особенности это, еду на электричке, с дачи возвращаюсь, и идут ребята. Возраст 14, наверное, 16, даже, наверное, 12-16. Человек 40, слушай, мне страшно стало. Я вижу, они между собой собачатся, дерутся, да, вот это вот. И постоянно сейчас в интернете постоянно драки. В Дагестане, в любом городе, ну, в частности, в Сочи я был, да, на побережье, боксерские груши. Люди хотят драться, им это нужно, особенно, да, мужская натура она требует. Какое без отсутствия войн? Ну, это вот только-только через принудительную историю, через вакцинацию и контроль тестостерона. Там ты просто сейчас с GPT пообщайся, вот ты ему сам накинь такую идею, что вот 2070 год, ты управляешь миром. Твоя задача убрать войны, вылечить рак, убрать все грехи человечества, сделать утопическое общество. Вот, в итоге, если терминатор вспомним, что Скайнет хотел сделать? Нам показывают его, как плохого, да, терминаторов отправлял к нам. По сути, это люди просто не хотели ему поддаться, он хотел просто всех чипировать и контролить, чтобы счастливые люди жили и не моросили. Лишних детей не рожали, рожали столько, сколько надо. Лишний тестостерон, кортизол не выбрасывали. Грубо говоря, цель этого Скайнета была, наоборот, людей привести в порядок. Через, да, чипирование, а как по-другому? Слушай, ну а вот то, что сейчас Маск делает, чипирует, показывал недавно, что ребята там играют в компьютерные. Так и будет, это будет даваться нам как инструмент, мы это будем брать как инструмент, потихонечку мы будем говорить, а мы можем этим инструментом сами у себя понизить убийство. Да, давайте всем людям вот программу скорректируем, генную. Окей. Ну, понятно, это фантастика, да, но это уже, по крайней мере, не черное зеркало. Эти нарративы уже можно гипотетически обосновать технологиями. Короче, веселье нас ждет, вот, посмотрите, ребята, заново черное зеркало. Прям с первого сезона, не пожалеете, каждая вторая серия, это будущий стартап, по идее, ну реально. Я напугаю, скажу, как есть. Потому что что-то мне, знаешь, как это все, контролем, у меня прошли детей, и мне контроль рождаемости как-то не хочется. И вот этот момент, вообще, знаешь, когда, ну, мы же боремся за свободу, а тут получается все какой-то GPT и так далее. Тут, опять же, в фильме Upgrade машину он какую делал, который дает эту свободу. Ну, смотри, наши внуки будут нас не любить за то, что мы двигали роботов. А мы их не сможем не двигать просто сейчас. Ну, потому что конкуренция. Нет, они нам будут сейчас удешевлять себе стоимость большинства продуктов и услуг. Они будут нам помогать стареть медленнее, помогать с болезнями, помогать с финансами, помогать со всем. Поэтому мы их будем дальше развивать по-любому. Потому что они, ну, нам же... Ну, да, 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 аж люди стремятся долго жить. Да, 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 мы будем как инструмент его развивать. В какой-то момент он в демона превратится, этот инструмент и всех нас съест. Позитивно. Да, позитивно. Ну что, друзья, страшно. Человек принес страшные новости. Но, с другой стороны, надо адаптироваться, как машина умеет адаптироваться к потоковому транспорту и нам с вами. Так что изучайте, знакомьтесь и в любом случае приезжайте на тест-драйв, пока есть такие машины, которыми вы можете управлять. И давай пару слов вообще тебе об автомобиле, ну, только честно. Неплохая тачка. Ну, реально. Во-первых, визуально, посмотри на нее. Ну, она выйдет здесь, наверное, где-то на монтаже. Да. Но она четко выглядит. Здесь спорить, в принципе, нет смысла. Дальше. Очень прикольно сделан салон. Именно интерьер, дизайн интерьера. Это прям другой уровень. Вот. Ну и самое важное, конечно же, это кэш. За такие деньги что ты возьмешь на рынке? Ни хрена же не возьмешь. Слушайте, знаете, насколько все относительно, да? Вот это вот. Потому что я скажу, да я за эти деньги могу взять X5 2015 года. Это смерть, это смерть твоей психической системе. Нет, не возьмешь ты, но новый X5 стоит 20 миллионов и 15-20 и пошел. Ну, это понятно. Ну, а что, с чем сравнивать тогда? Ты ничего не возьмешь в этот бюджет. Поэтому ребят нормальные тачки делают. И я так понимаю, что и бренд уже себя зарекомендовал. Да, это факт. Ну, батя, я батя возьму джип такой. Сейчас мы выберем. Поедет в горы Дагестана он. Спасибо тебе, что познакомил нас с нашим будущим. Страшно, но очень интересно. До скорых встреч. Приезжайте в салон X-Ceed. Знакомьтесь с автомобилем. Проходите тест-драйв. Ну, потому что, как говорится, не попробовал, не примерил, не понял. И все, что мы вам здесь рассказываем, это субъективные наши ощущения. Объективно только то, что скоро нейросеть нас захватит. Но это уже факт. До скорых встреч. Все, всем пока. Продолжение следует...